Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, что добавили в винтажный магазин, какие комплекты и ведьминские шляпы завезли на Хэллоуин, что он, а вернее, кого нашел Скотт Баттергуд, каких лошадок в скором времени уберут с Юрлика, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Появилось новое сюжетное хэллоуинское задание со Скоттом Баттергудом, который говорит нам о том, что он действительно верит и хочет доказать нам в существовании оборотней. Поговорите с Каспой в Цитадели Наездника, чтобы начать данную сюжетку. Вернулся Азарный Дух, который каждый день дает новые задания на составление нового хэллоуинского образа. Если ваш облик и одежда будут максимально похожи на стиль дня, который продемонстрировал на Азарном Духе, вы будете получать хорошую награду. Также вернулся старый винтажный магазин, который был закрыт первые две недели. Называется он Витажные Сокровища. Давайте посмотрим. Здесь находятся все старенькие сеты Хэллоуина. Это сет Усатой Незнакомки. Также сет Сумеречного Ворона. Есть еще некоторые сеты. Они у меня, я так понимаю, скуплены. Их здесь нет. Сет Пипиты. Я, кстати, не помню этот сет. Потом классный Причудливого Праздника. А вот нет, есть все-таки сет Аллы Графини. Есть еще сет Галлопера. В общем, все старые, самые классные и актуальные вещицы вы теперь можете купить в этом магазине. И здесь столько всего прикольного. Я думаю, эти сеты оценят абсолютно все любители Хэллоуина. Аж целых две странички. И в особенности очень прикольная брошка для лошади в виде паучка. В новый магазин потустороннее облачение приехало еще больше комплектов. Не помню, чтобы в Хэллоуин нам завозили столько вещей. Обычно добавляли около двух-трех сетов. Один из которых был из котла. Второй из жетонов. И еще один или два в магазин. Но в этом году в магазин добавили аж четыре в общей сумме новых комплекта. И если на прошлой неделе нам добавили сет, который является комплектом к магическим лошадкам. Это сет темного ядра. А также сет королевы карусели. То на этой неделе нам добавили комплект ковбоя. Готический. Готического ковбоя назовем его. Он состоит из чистого ковбойского стиля с маленькими элементами в виде черепушечек. Очень простенький. Весь черный. Отличается только под ник, который нежно-бежево-оранжевого цвета. И также нам добавили три новые маски королевы цирка. У нас была одна вот такая вот симпатичная. Страшноватенькая. Я ее не купила. Но нам добавили на этой неделе еще три вариации. Одна королева Хэллоуина. Она напоминает королеву карусели, но не такая яркая. Потом есть королева карнавала. Она как будто из керамики с желтым батоном, которая грязная, выцветшая. В общем, такая более старенькая. И королева цирка еще одна маска, только другого оттенка макияж, щечки и губки. Но все равно маски достаточно жутковатые. Каждую из которых вы можете купить за 3500 шиллингов или за 35 СК. Напоминаю, что если вам понравились одежды из данного магазина, вы купить эти вещи сможете только во время хэллоуинского ивента. Ну а также на этой неделе к нам вернулись еще другие жуткие приключения. Такие как Гамбит ведьмы походят за конфетами. Ну а также Линда готова с радостью познакомить нас со следующей главой трагической истории наездника Томпсона. И еще одна очень приятная новость. Разработчики решили оставить хэллоуинские ведьминские шляпки в глобальном магазине на Юрике навсегда. Так как они сообщили, что большинство очень любит включать данный элемент одежды в свою форму. И если честно, это очень хороший шаг. Потому что хэллоуин бывает у кого-то не только во время хэллоуина, но и целый год на душе. Поэтому все шляпки, их всего три, вы можете найти постоянно продающимися в глобальном магазине. Это черненькая шляпка ведьмы, фиолетовая шляпка замечательная шляпка ведьмы и бело-красная яростная шляпа ведьмы. Каждую из которых вы можете купить либо за 4500 шиллингов, либо за 45 старкоинцев. Ограничение на уровень тока пятой. Так что вы с легкостью сможете приобрести данный предмет к себе в коллекцию. И новости сегодняшнего обновления мы завершаем грустной новостью. Английские чистокровные лошади второго поколения покинули Юрвик. И разработчики не собираются нам давать передышки. В этом обновлении они сообщили, что следующей лошадкой, которую покидает Юрвик, является легендарнейшая лошадь. Фриско и фриско-спортивная лошади второго поколения. Вот это шок. Но при этом они все никак не собираются удалять старых, никому не нужных юрвикских поняшек. И никому не нужных я не говорю это, чтобы обидеть этих лошадей. Просто эти поняшки остались единственными поняхами первого поколения в количестве 13 мастей. И казалось бы, логичнее было бы все-таки завершить поколение 1 уходом с Юрвика. Но почему-то разработчики не стали этого делать. И вместо этого начали убирать лошадей второго поколения. И начинают они это делать в том порядке, как я поняла, в котором выходили эти лошади. Но я могу ошибаться. Так что, да, вот эти легендарные лошадки фриз и спортивный фриз второго поколения в скором времени покинут Юрвик. У нас есть 2 месяца на то, чтобы накопить, заработать СК и купить хотя бы одну лошадку к себе в конюшню на память, если вы это еще не сделали. Данные лошади покинут Юрвик 18 декабря в обновлении в среду. На этом видео по обновлению подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, что вам больше всего нравится в хэллоуинском ивенте. Как вам новые сеты одежды. Ну а также рады ли вы возвращению старых сетиков, возможно, которые вы очень сильно ждали. Ну и, конечно же, принимаются грустные сообщения об уходе лошадок фризов второго поколения. Это, конечно, для старичков очень-очень грустно. На следующей неделе у нас будет последняя неделя хэллоуинского ивента, после чего он покинет Юрвик. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!